Слава Украине! Привет всем от Полонского! Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине на сегодняшний день. А сегодня у нас клое уже 27 сентября 2024 года. На фронте ситуация приблизительно та же самая, которая была вчера, позавчера и так далее. Рашисты продолжают сумасшедшие какие-то навалы чмобиков, навалы нашей позиции. И основой этих всех, скажем так, событий, если раньше было Покровское направление, сейчас оно тоже горячее, но как-то вот вступила свою значимость Углидару. Значит, там расисты пытаются наших взять в кольцо, сразу скажу, успокойтесь. Никто его никуда не взял, и наши паникеры, да и расисты очень многие начали рассказывать сказки о том, что наша 72-я, мол, бригада выходит из Углидара. И город будет оставлен, и т.д., и т.п., не верьте брехня. Ну, по крайней мере, если мы говорим о ситуации, которая есть на настоящий момент, никто никуда не уходит, Углидар наш. Вот, собственно говоря, и все, что нужно знать об этом деле. Почему Углидар настолько важен, вы скажете, ну, там, ну, действительно, там, три десятка или пять десятков хрущевок и девятиэтажек, стоящих посреди нигде и ничего, это действительно так и есть. Ну, и все разрушено, и нет ни одного целого, тоже так и есть. Ну, одно только но, значит, смотрите, вот это место вокруг Углидара, оно подходит для обстрела обычными средствами, новопостроенной расистами железной дороги, вот, которая может заменить потенциально Крымскую. Вот, а если уже наши оттуда отступят, ну, соответственно, пулять уже придется с большего расстояния, а это только особые способы доставки, ну, Хаймарсы и т.д. Вот, точка У, ну, что-нибудь более дальнобойное. Совершенно вот это, соответственно, вот это вот надо принимать во внимание, поэтому, ну, собственно говоря, за него бои и идут. Также горячим остается Покровское направление, горячим остается Торецкое направление. Рашисты пытались по Кровскому зайти в Селидово, опять получили по зубам, отъехали назад, и сейчас Абьяр, позиции наши держат, но, рашисты не прошли. По Курской народной, там, переменные атаки с нашей стороны, с их стороны, причем, судя по тому, как рашисты ругают свое командование и новоназначенного уже очередного генерала, там, в Курской народной, дела у них идут не лучшим образом. Ну, наши, как говорится, наложили такую лапу запрет на болтовню по поводу Курской народной, соответственно, болтать особенно и не будем. Единственное, скажу так, в общем и целом, что рашисты в штабах, которые там сидят повыше, если они говорят, там они ставят какие-то временные рамки на захват Покровска, на захват Часов Яра и так далее, по Курской народной рамок не ставят. Все. Поехали дальше. За вчерашний день был у Кондропуплина отправлен, как говорится, курсом русского военного корабля прямо на палубу крейсера Москва, ну, или кому как нравится, да, там, на подводную лодку Ростова-на-Дне, вот, 1370 путинских вооруженных федерастов и общее количество путинских гельминтов, которые пришли с оружием в Украину убивать женщин и детей. Но что-то у них в этом плане пошло не туды, составляют на настоящий момент 649,170. Как я говорил, да, штурмы у них частенько мясные, да, во время этих штурмов у них, ну, довольно развита такая штука, как вот выяснение отношений. Что я имею в виду? Если есть какие-то неприязненные отношения, как говорится, у них их ставят туда на штурм в один конец и идет обнуление. О том, кстати, как выглядят отношения в российской армии, можете посмотреть вот в видео, внизу в описании к данному ролику есть ссылочка, просто чтобы вы поняли атмосферу в этом, так сказать, воинстве. Как это все выглядит и каким образом, можете посмотреть, все поймете. Так, в общем-то, говорят, да, они сейчас начали придавать, опять увлеклись бронеатаками, то есть при помощи бронегрупп различного типа. Ну и танки, и бронемашины используют, посмотрите. 21 танк за вчерашний день был подбит, это много, ребята, это много. Всего 8 846 и сразу 48 бронемашин, ну сами понимаете, то есть уже говорит, что это чисто местные штурмы, уже не приходится. Но эффект приблизительно такой же, как у местных, только еще теряются, соответственно, чмобики. Всего 17 396. Также было отминусовано большое количество, 58 арт-систем различных типов, всего 18 678. Ну тут их кто только не минусует, и наша артиллерия, наши хаймерсы, наши фпв-дроны и так далее. Дальше, по ПВО, ПВО отрабатываем первоочередным образом, это все вещи дорогие. Две штуки за вчерашний день, 961 штука с начала российско-фашистского вторжения. И самолеты с вертолетами, у меня цифры старые, 369 на 328. Дальше, 85 беспилотников за вчерашний день им, как говорится, приземлили аккуратно, всего 16 ЕСС-31. Но беспилотники, это уже такая традиция, тут уже у нас над Киевом они летают, и где хочешь, где хочешь их сбивают. Вот, горело здание в Печерском районе вчера, ну, что ты поделаешь. Да, это так, дальше поехали. По автотехнике, как всегда, результативный день, ее выбивают регулярно и моментально, 58 штук за вчера, всего 25 411, а также 2 единицы спецтехники, всего 3192. Таким образом, друзья мои, Путин продолжает утилизацию собственного войска в Украине. Значит, в настоящий момент, насколько я так знаю, вот ему, вы же поймите, там все где там делается, почему вот они сейчас уничтожают этих никому не нужных, этих чмобиков, просто утилизируют их пачками. Догадайтесь с одного раза. А скоро у фюрера день рождения, день рождения фюрера, фюреру нужен подарок. Помните, на один из подарков, на один из дней, кстати, упал Крымский мост, тоже хороший был подарок, с моей точки зрения, просто замечательный. Так что, я думаю, увидит он к своей днюхе уши дохлого осла, ну и, может быть, будет какая-то вишенка на торте, отчего он будет очень сильно использовать чемоданчик. Продолжение следует...